Эрлинград 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 обмотки тюков у нас получается средняя прибыль где-то в 1 миллион я считаю этого более чем достаточно чтобы считать нашу задачу выполненной значит урожай как вы видите до конца не убран поля поля конечно обработаны уже но обработаны не в плане того что подготовлены к посеву а в плане того что с них собран урожай и он находится уже на нашей ферме в хранилище вот как им распоряжаться это уже решать вам тем кто захочет скачать сохранение со всеми путями курсплея автодрайва со всеми модами вот принял я такое решение вот я даже вот эти вот тюки продавать не буду и собирать их не буду они будут у нас лежать также вот на поле как их сейчас выкидывает тюковщик вот то есть решать будет тот кто продолжит играть за сэма продолжит вместе с ним развивать ферму ну а мы будем пожалуй закругляться вот это первое почему значит я решил закончить этот летсплей второе это предстоящий выход farming simulator 22 который естественно мне придется играть иначе меня съедят просто-напросто вот плюс ко всему заказ предзаказ 22 фермы и первого сезонного годового абонемента уже давным-давно сделан так как куда ты поехал родной я так думаю по поворотной полосе тебе надо ехать сейчас он все тюки тетюки сосчитает так вот учитывая то что уборка урожая за кадром занимает очень много времени нормально проехал значит то я просто-напросто физически не смогу успевать тянуть сразу несколько летсплеев так 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 сейчас посмотрим вот все потому что на поворотной полосе не собрал вовремя тюки ничего не застревает вроде вроде не застревает так здесь еще идет тюковка у нас работает вайконовский тюковщик окман стоит пока отдыхает отвез молоко на шоколадную фабрику косилочка отработала комбайны здесь на третьем лугу еще один тюковщик у нас работает вот очень хорошо что вторую валковую жатку сэм прикупил значит гораздо быстрее все это дело теперь происходит по уборке урожая так тут у нас с биогаза возит дегистат наш злосчастный джи себе у которого по факту колеса не поворачивается вот если посмотреть на устройство подвески но здесь просто физически нету значит ни шкварней поворотных вообще устройство видите как жёстко делал что не должно оно поворачиваться это я возвращаюсь к тому что мне постоянно в комментариях напоминают если посмотри в настройки вот серии записываются наперёд поэтому может быть какие-то комментарии еще даже и не увидел на момент записи так на чем я остановился вот остановился на том что мы заканчиваем этот летсплей давайте пробежимся еще раз по технике посмотрим что у сэма есть наличие ну стартовый пикап это понятно значит овчарня курочки лошадки ну и гвоздь программы конечно же коровник куда же в альпах без хороших удойных коров которые дают много молока для местной шоколадной фабрики ну и конечно же тюки тюки и еще раз тюки много тюков тюки сена тюки травы соломы и конечно же тюки силоса вот ни один трактор стартовый я пока что не продал вот еще раз повторюсь неплохо допустим вот эти вот мелкие трактора справляются с волковкой вот этот трактор с природным кондиционером он хоть и не такой маневренный хоть и без передней навески но тем не менее может тягать прицепы неплохо разгружает комбайны ну и наша вот это вот мото коляска которая удачно прижилась совы вместе с опрыскивателем вот что удобрение что гербициды можно разбрызгивать на ней вот gcb который неповоротливый но который просто прекрасно возит значит дегестат с бга ни один трактор с такой скоростью его не возит как именно вот этот gcb так что противовес всем его минусом есть конечно же некоторые плюсы вот еще один наш маневренный красавец которые в роли погрузчика выступает и в роли волковщика тоже очень маневренный тракторок мне нравится так трактор стара ст макс 180 без передней навески но тем не менее маневренность и количество лошадиных сил под капотом не позволяют продать его в общем то неплохо тоже он и с тюковщиками справляется и с прицепами и с другой средней тяжелой техникой скажет так ну это один из наших первых наверно купленных тракторов да тюки как толкает хорошо не наезжает на них вот ман довольно таки неплохо отвозит молоко на шоколадную фабрику ну и прицепы подборщики вот эти модовые по полям рысачит только так собирает эти тюки тоже все на скорости так что хороший агрегат ну за этот агрегат я наверное и говорить не буду вы сами знаете что это пока что в игре наверное самая лучшая косилка и по своей ширине и по по функционалу и самое главное по маневренности вот комбайны конечно средненькие но здесь в эрленграде я думаю больших и не нужно вот поля 18 20 и 19 я также пока не объединял вот позволим это сделать тем кто захочет продолжить вот может кто-то просто вот так вот по прямой соединит может кто-то вот здесь вот так вот кусочек еще оттяпает от железной дороги вот в общем-то на ваше усмотрение все будет ну и если захотите конечно же занимайтесь полями они лугами тут как говорится дело дело хозяйское хозяин барин вот что сэм захочет делать в ваших руках решать исключительно только вам ну и хотелось бы также оговориться по поводу той ссылки которую я оставлю в описании под видео то есть ссылка на сохранение на курс на пути курс плеем настройки вот эти вот на авто настройки автодрайва значит условие не обязательное но желательное чтобы у вас была установлена лицензионная версия игры со всеми купленными dlc тогда игра будет работать корректно за пиратку я вам ничего не гарантирую абсолютно где-то что-то не совпадет и начнутся глюки глюки вылитые а может быть и даже краш сохранки если будет все нормально ну я буду только рад вот второе условие если вы все это дело скачали начали играть и возникают какие-то проблемы то так же как и на фельсбруне попрошу решать эти проблемы самостоятельно и не кошмарить меня сообщениями о том что вот у меня вот это не работает вот я у тебя ссылку ссылку ты дал я у тебя скачал и т.д. и т.п. вот по фельсбруну должен похвалить похвалить тех зрителей которые скачали значит все это дело играли и ни одного сообщения с их ними проблемами я не получил огромное вам за это спасибо в общем-то поэтому я и решил выложить ссылку на эту сохранку посмотрим что будет дальше вот теперь по поводу того что будет дальше на канале друзья дальше будет двадцать вторая ферма вот как только выйдет скачаю установлю посмотрю по графике еще вот неизвестно потянет ли ее мой комп или не потянет сами знаете у меня оборудование уже довольно устаревшие железо на компьютере особенности в особенности видеокарта 1050 ti вот в 2017 году она еще была середнячком сейчас она уже если не ниже плинтуса то ниже среднего это точно вот на минимал как-то конечно я думаю потянет но хотелось бы чтобы потянул он хотя бы на средних настройках вот ближайшее время видеокарту сменить навряд ли получится учитывая те цены которые сейчас имеются на эти видеокарты в магазинах спасибо господам майнерам криптовалют так ну и у многих возник опять таки вопрос оберталь что же с оберталем друзья оберталь будет продолжить эрлинград мы с вами заканчиваем зараза ты такой не смог тюк переехать так 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 давай 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 вот молодец не пришлось мне курс прерывать хороший трактор еще одно испытание так 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 ему нужно сейчас вот сюда вот повернуть направо сразу наверх получишься у него или нет сейчас пронаблюдаем так вот эрлинград будет продолжен вместо ой эрлинград оберталь будет продолжен вместо эрлинграда сейчас этот летсплей у нас стоит на паузе так нет все таки мне придется вмешаться наверное там крепко застрял между колес у него вот потому что на эрлинграде вот потому что на эрлинграде цель у нас еще не выполнена много наверно болтаю лишнего но вы уж извините сказал и забыл и не помню что сказал могу повторяться так что друзья увидимся на канале спасибо всем кто смотрел этот летсплей всем кто досмотрел этот летсплей до конца давай-давай-давай-давай нет куда он должен поехать то в этой поворотной полосе так и должен он поехать вот сюда не сюда говорю а вот сюда вот 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 спасибо за ваши лайки за ваши дизлайки вот особенно спасибо за советы многие из них действительно помогли так это у нас доволковал наверно ваш товарищ то вот спасибо за критику за адекватную критику без оскорблений и мата все друзья все увидимся на канале всем удачи и всем всего спасибо